Всем привет! Поговорим сегодня о Redmi Note 13 Pro, глобальная версия. У меня, значит, 8 гигабайт оперативной памяти, 256 накопитель. Есть версия на 12, 512. По ссылке в описании приходите, там и по памяти, и по цене. Тем более, именно сейчас происходит презентация этого смартфона, всемирная распродажа, продажа, в общем, все вот эти дела, когда цена самая интересная. Но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, цена со временем, как это обычно и было, все-таки упадет, и тогда этот смартфон, возможно, станет наиболее подходящим для просмотра, для подбора, к покупочке, к рассмотрению, и тогда, возможно, он, может быть, и станет бестселлером. Но пока что он полностью соответствует своей стоимости, не более того, но все-таки давайте по порядку. Хоть у меня и была распаковка на канале, но все-таки освежу по спекам. Самое главное, что необходимо знать, вдруг вы не смотрели это видео. По памяти я вам рассказал. Итак, здесь вторая камера, и самый главный упор, это на фото часть. Камера тройная, 200 мегапикселей от компании Samsung с оптической стабилизацией, но тут есть, правда, электронная. Второй модуль у нас расположен снизу, это 8 мегапикселей, сверхширокоугольная камера, и 2 мегапикселя, третий модуль, это макросъемка. Спереди расположена фронтальная камера, O-образный вырез, вот такой вот маленький, незаметный, 16 мегапикселей фронтальная камера. Работает с электронной стабилизацией изображения. В дальнейшем вы посмотрите примеры фото и примеры видео, сделайте свои собственные выводы, но вам так скажу, что по камере он неплох. Но самое главное, то, что мне больше всего понравилось, это перед вами. Его очень, очень насыщенный дисплей, достаточно яркий, с очень тонкими рамками, 120 герц, вот эти все дела, что там 10 бит, 100% поддержка, вот эта вот вся хрень, вот эта все, я вам не буду рассказывать, я даже ее не запоминаю, просто посмотрите на дисплей и отметьте для себя, то, что он действительно, ну действительно очень красивый, ну и обновление дисплея 120 герц, я думаю, не помешает. К тому же, сейчас у меня горят три соубокса, могу продемонстрировать очень яркий свет и при этом читабельно на экране. Посмотрите, огромный у меня висит соубокс сверху, потом вот, я не знаю, видно там или нет, вот он еще один соубокс поменьше и вот он еще один средний. И при этом камера, ну неплохо справляется, камера, говорю. При этом дисплей по яркости, как видите, не тусклый. Когда я ходил по улице и снимал примеры фото и видео, я прекрасно видел все органы управления камерой. Далее по спекам это, ну помимо того, что здесь имеется инфокрасный порт, 3,5 миниджек, стереозвук, Type-C провод, но также имеется 5000 мАч аккумулятор, встроенный вовнутрь, конечно же, и он заряжается от 67-ваттной быстрой зарядки, которая идет в комплекте, от нуля до 100% всего лишь за 48 минут. Ну как от нуля, я до нуля его не разряжал и вам не советую, не надо так делать. Но все-таки это очень быстро. К тому же, также в комплекте вы обнаружите вот такой вот чехол нового образца. Это уже не курильщик, как и раньше ложили, вот эти вот силиконовые прозрачные. Ну и кроме того, еще пленка на экране приклеена с хорошим олефобным покрытием. Android 13, NFC, система MI 14 пока что от HyperOS нет. Вот это, пожалуй, самое такое вот, что вам необходимо было знать по спецификациям. Ну а теперь давайте коротко, может быть коротко, а может не коротко, поговорим об этом телефоне. Но первое, давайте по плюсам я пройдусь и в принципе, что он умеет и так далее. А потом я вам расскажу о том, что здесь не очень приятно. Потому что есть нюансики, которые вас могут спокойно, так знаете, отпугнуть от покупки этого смартфона и присмотреться, ну хотя бы к новинкам тех же самых Poco. Poco X6, Poco X6 Pro. Для начала по связи тут все отлично. Слышимость отлично, навигация отлично. Всегда антенна, ну я в городе живу, всегда антенна в порядке все. И по навигации все в порядке, проверял, хорошо спутники ловят. Я уже привык к сканеру отпечатка пальца, который встроен вот под экран. Есть система Always-On Display, работает всего лишь 10 секунд. Гады маркетологи так делают, не знаю почему, это один из минусов, как по мне. Минус такой, что работает 10 секунд и после этого пропадает. Сканер работает достаточно уверенно, безошибочно. К его расположению привык, то есть нет никаких проблем. Но как по мне он не очень быстрый. Я как-то вот встречал побыстрее сканеры, но там уже и цены, правда, другие. Но неплохо срабатывает, за это спасибо. Конечно, определяет по лицу, Face on Look работает тоже очень неплохо. Но для этого необходимо хорошее освещение. В тесте Antutu набирает 438 тысяч в моем случае. Но это немного. Я вам так скажу, сейчас покажу, например, Call of Duty, как он тянет игру на средневысоких настройках. Обычно это Helio G99 здесь установлены. Но, правда, с приставкой теперь Ultra, якобы он стал получше. Но, может быть, там что-то поменяли, я особо различий не заметил. Но, в принципе, на средних настройках игра идет более-менее плавно. По крайней мере, в полчаса, первых полчаса. Тут же я проверил, дисплей поддерживает 10 касаний, ну куда бы же и без этого. Мы имеем тут графический процессор Mali-G57MC2. Разрешение дисплея вот перед вами, а именно 1080 на 2400. 6 нанометров техпроцесс, 8-ядерный процессор у нас, из которых 2 ядра Cortex-A76 и 6 ядер послабее Cortex-A55. Ну, в общем-то, классика. Классика, этот Helio G99, самый популярный процессор за прошлый прошедший год. Ну, наверное, как минимум. Я также провел троттлинг-тест. Могу вам продемонстрировать результаты. 30 минут, 100 потоков. Скриншотик. И почему-то скаканул график вниз, вот ниже 80%, даже в красный улетел на первой минуте. А потом все выровнялось, и даже к концовке, блин, вообще все выровнялось, все отлично. Ну, в общем, тут-то особо и троттить-то нечем. А вот результаты у нас по гипсам. Максимальная 199, минимальная 148, ну и средняя 192 гипсов. Вот такой результат. Ну, идем к игре. Заодно послушайте звук и посмотрите картинку. Погнали. К Love Duty. Звук на всю. Как раз сейчас вы видите рамочки, они здесь очень достойные. Впереди он смотрится, ну, хорошо смотрится. Хорошо. Достойно прямо не придраться. Рамки Samsung позавидуют. За такие деньги вы Samsung с такими рамками не возьмете. Да и, может быть, даже и дисплей у Samsung будет похуже. В остальном, ну, смотрите, по звуку, что удивительно, вот, когда я тестировал YouTube, там мне казался он прям тихим. Ну, вылазь. Ты чё, олень? Там мне казался каким-то слабым. А вот в игре, слушайте, такой басистый, вроде и громкий. Но все-таки громким его не назову. Мы ещё вернёмся к звуку. А пока продолжаем про игру. Игра идёт на средних настройках. И, знаете, довольно-таки плавно. То есть я вот передвигаюсь не только вперёд-назад, а если вот говорить право-влево, то без рывков. Достаточно плавно. Что удивительно для Hero G99. Короче, играть можно. Это не игровой процессор, но если вы изредка любите поиграть, как-то провести время, так скажем. Вы не игрок. Ну, вот, иногда можете. То, в принципе... Давай, колень, сам сюда иди. То, в принципе, знаете, иногда можно поиграть. Чё, откуда здесь взялся, а? Ах ты козлина. Иди сюда. Да, блин, на одного. Что ж ты будешь делать? Ну, вот такой у меня результат. Замочили, гады, замочили. Ну, ещё раз. Ещё раз. Давайте уточню. Итак. Это не игровой процессор, но всё-таки на средних настройках вы сможете поиграть, но и высокий он вам не даст. Такие требовательные игры, 3D-игры, как Asphalt 9, Call of Duty, к примеру, или тот же самый PUBG, он тянет на средних настройках, если вы не игрок, изредка играете, то, в принципе, вам этой производительности в игре вполне должно и хватить. Всё-таки верхний динамик играет чуть тише, процентов на 20-30, чем нижний. К тому же, всё, мне не хватает, вот точно не хватает звука, а именно по громкости. А так, в принципе, объёмный звук, ну, может быть, чуть-чуть даже не хватает басов. Зато хорошо вокал отыгрывает. В общем, для просмотра контента звук неплох. Просто не хватает немножко громкости. Хотя, вот возвращаясь обратно, в играх как-то погромче играет. Я не знаю, с чем это связано. Короче, можно пройти в настройки, Dolby Atmos этот отключать, поиграться с настройками, там есть эквалайзер, если что. Теперь по дисплеям. Я вам так скажу. Ну, про звук, я думаю, понятно. Про дисплей, вот это вот, ну, практически самое главное, что мне понравилось в этом смартфоне. Ну, может быть, меня, конечно, покорили эти тонкие рамки, но всё-таки цветопередача, сочность. Я просто ещё и выставил такие более сочные цвета. Здесь потрясающе. И если вы мне скажете, что здесь экран не очень, или кто-то так скажет, мне кажется, просто люди, ну, вы зажрались. Ну, реально, вы зажрались. Вы вспомните хотя бы Redmi Note 4, там, 4 Pro. Какие там дисплеи были, какие там были отступы по краям. И какой сейчас. Это вот раньше был уровень, даже Samsung не делали таких дисплеев в те времена. А сейчас вот это вам доступно, в принципе, за относительно небольшие деньги. За сколько он там будет продаваться? За 20, за 21 тысячу рублей. Минимальная конфигурация. А может быть, с купонами ещё меньше. Ну, вы посмотрите, какая детализация и какое качество дисплея. Ну, это же просто шикарно. И при этом у него очень хорошая автономность. То есть полтора суток он точно вытягивает. Видимо, из-за того, что здесь не столь прожорливый процессор, возможно, он даже протянет и до двух суток, если вы особо не торчите в интернете. Если вы там не зависаете, изредка что-то посмотреть, что-то послушать, то даже и вытянет с этим дисплеем, с этой яркостью. Хотя нет, с этой яркостью не вытянет. Надо 50% делать. Ладно, это уже мне что-то заносит. Но я надеюсь, вы понимаете. В общем, здесь очень классный дисплей. Очень классный. А ещё бы звук подтянуть, но я думаю, маркетологишние дураки, они там сидят, мудрят. Там где-то жирку подбросили, в другой модели, там, не знаю, масло, третью модель, перчика, кетчупа, а вот хрен тебе, не кетчупа. Хочешь, чтобы это всё вместе, и жир и масло, бери подороже флагман особенно. Там тебе будет и кетчуп. А здесь зарядка только через провод. Про недостатки мы сейчас поговорим. Они здесь есть, безусловно. Он ляпается, там несколько цветов. У меня такой серый, серо-чёрный, с градиентом. Вообще приятный цвет. Я вот до сих пор склоняюсь, что это всё-таки стекло. Я пробовал его прогибать. Вроде как вот если сильно перестараться, то прогибается. Заляпал, кстати, камеры. В общем, такой цвет ляпается. Но более-менее легко протирается, в отличие от того же пластика, 100% моего Poco F5, или там Poco X6 5G, который я недавно показал на своём канале. Перейдите, посмотрите видео. Вот здесь вот пыль, конечно, накапливается между камерой, её брать очень тяжело. Но всё-таки склоняюсь, что это стекло. В остальном всё это пластик. Матый абсолютно. Вот, пожалуйста. Ну, обычно такой дизайн. Современный. Кнопка включения-выключения. Тут громкость. Лоточек у нас. Самое главное, что у нас лоток не просто вот как на Poco X6, допустим. Здесь он сдвоенный. Можно до 1 Трбайта поставить карту памяти. Ну, тогда в этом случае вам придётся установить сюда всего лишь одну симу карту. Если хотите две поставить, то придётся отказаться от карты памяти. Но изначально здесь уже из коробки минимальная версия у нас на 256 ГБ. Это очень хорошо. Я же хотел вот ещё для чём заострить ваше внимание. Вот этот чехол. Ну, все радовались. Я в том числе. Вау! Ну, наконец-то Xiaomi кладут не просто какие-то чехлы поганые. Ну, посмотрите на эту красоту. Но на самом деле эта радость долго не протянется. То есть сначала это да, приятно, всё красиво. Но вот я не знаю, сейчас камера покажет или нет. Ну, короче, у этого чехла такое покрытие soft-touch. И, ну, этот чехол от вашей руки, они же потеют. Они же вот жир вот этот естественный всё равно, как ни крути. И всё это будет откладываться, затираться, зализываться по этим граням. В том числе, когда вы его держите долго, пальцы прикасаются, я заметил, такие пятна остаются. Короче, он замусолится. Те чехлы, которые раньше были, вот эти силиконовые, курильщика, прозрачные, на первый день, как бы, как говорили, да, на первое время, вы ещё их будете вспоминать и говорить, Xiaomi, верни, пожалуйста, убери это. Я думаю, что так и будет. Особенно, вот мне особенно нравилось, когда они делали чехлы, не просто силиконовые, там, прозрачные, а когда они делали для тёмных версий смартфона, с тёмной раскраской, чёрной раскраской, притемнённые, такие почти чёрные, я вот помню, Redmi Note 8 Pro был, или что такое, Redmi Note 7, ну, короче, чёрные, притемнённые, силиконовые, прозрачные чехлы. То был стиль, то был вообще, вот он просто жир. Ну, вот сейчас, вот, пожалуйста, пришло новое поколение, но, видимо, им надо продавать свои чехлы, и поэтому они вам не будут класть в комплект тот чехол, с которым вы будете носить телефон год или более. не дождётесь. Осталось вот самое интересное и главное, но потом ещё я о недостатке расскажу. Так, по фото, ну, я вам рассказал, тут 200 мегапикселей, тут 16 мегапикселей, 8 плюс 2, тройная камера. Да, кстати, слушайте, на удивление, на удивление, смотрите-ка, где это было, фонарик, фонарик, здесь яркий фонарик, я вам скажу. Вообще, светит так, вообще отлично, как будто бы это какой-то защищённый смартфон. Офигительный. Очень интересно у него оформление, симпатичное. Он такой, знаете, в деталях очень приятный. Смартфон, защита есть у камер, такие бортики. Выступают они, конечно, сильно. Но прикольно, что вот такая вот вспышка, молодцы. Кстати, вот можете посмотреть NFC здесь тоже. Бесконтактная плата, если вам нужна была, то пожалуйста. Так вот, камера, смотрите, ну, 200 мегапикселей, тут отдельный режим, 4 на 3 у нас в соотношении сторон. Фото, портретный режим, ночной режим есть. Неплохо, кстати, справляется. Ну и макрокамера есть. Все-таки необходимые наборы, можно самому самостоятельно все настроить. Но лучше все это делать в автоматическом режиме. Неплохо отрабатывает широкогольная камера, очень такой нехилый угол обзора, 125 градусов, по-моему, уточните по ссылке в описании. Ну и короче, сейчас вы посмотрите примеры фото-видео. Я вам скажу, 200 мегапикселей, я вам именно 200 мегапикселей покажу, очень-очень недурно отрабатывают, так, недурно отрабатывают детализацию. То есть, если мы будем что-то приближать, вот допустим, вот стоит объект, машина, что мы можем сделать? Мы можем увеличить этот объект и рассмотреть детали. Вот так. Что это за машина? Посмотрите, какое, какое качество. Я уже вижу, что это китаец. Ну и китаец этот, как он называется? Напишите в комментариях, что-то я подзабыл. Юхан, Юшин, Чайналей, вот это, а, Чанган, о, елки-палки. Неплохо, как по мне, отрабатывают 200 мегапикселей. И складывается такое ощущение, что каким-то боком даже Helio G99 Ultra, так называемый, как-то справляется с этой задачей. Удивительно. Ну вот, посмотрите. Я понимаю, что и искусственный интеллект дорисовывает все это дело, но все очень неплохо дорисовывает. Очень неплохо. Вот такие у меня соображения. Что по поводу фронталки, я вам так скажу. Фотографирует и неплохо снимает видео исключительно, когда вы находитесь на улице. В домашних условиях уже теряется, конечно, детализация. Делаются неплохие снимки, неотвратительные, которыми даже можно поделиться. Но если вы вдруг надумаете снимок сделать прям конкретно отличного качества, то я вам посоветую только в условиях хорошего освещения. Смотрите примеры фото-видео, делайте свои выводы. И отпишитесь в комментариях, как вам камера, понравилась или нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Это основной модуль камеры Redmi Note 13 Pro. Да, забыл сказать, что Pro. Смотрите стабилизацию изображения, максимальное разрешение сейчас это Full HD 60 кадров. Теперь интрига, запотеет ли камера. Есть предположение, что потеет камера в смартфонах защитой IP68, то есть влагозащита полная. А здесь защита IP54, то есть отбрызг. Ну, грубо говоря, дождик пошел, и вот вроде ничего не должно случиться с вашим смартфоном. Так, проверим фокус. Ну, при таком свете камера хорошо снимает. На мой взгляд, не дурно. Очень не дурно. Снега навалило, конечно. Так, ну, из неприятных вещей, я уже уверен на 90%, даже на 99%, что здесь датчик приближения виртуальный, программный. Это не есть хорошо. Возможно, ложные нажатия при звонках. Вот. Что еще? Вот забыл что-то еще хотел сказать из такого сомнительного. Ну, да ладно, не столь, наверное, и важно. Сейчас еще посмотрим на широкоугольную камеру. Так, это я держал одной рукой. Пойдем в ту сторону. Теперь двумя подержу. Вот так двумя. Ну, вроде стабилизация справляется неплохо. По поводу фронталки, вот в таких условиях она снимает хорошо. Так, теперь одной рукой. Ну, что я могу сказать? Могу сказать лишь, что камера вроде не потеет. Да, видимо, такая проблема существует у компании Xiaomi исключительно в смартфонах дорогих, потому что там обычно и используется IP68. Что за день чудесный на улице? Минус 3, по-моему, где-то так. Я так замечаю, что иногда при отработке стабилизации изображения есть такое подергивание, но для этой ценовой категории это все равно очень хороший результат. Понятное дело, что это не флагман там какой-то. И сколько он там? 21 тысяча рублей, 22 заявленные характеристики. И цена ну, по камере, наверное, соответствует. Плюс еще 100 мегапикселей сейчас протещу. А, ну да, погнали-ка мы теперь в широкоугольную камеру, но сначала давайте-ка попробуем воспользоваться вот зумом. А ну-ка. Полтора, два, икс, три икс, четыре икс, шесть икс максимально. Максимально шесть икс. Так. Теперь обратно погнали. Так. Погнали. Два, один, есть, приехали. Ну, вот так вот он срабатывает. Ну что, переходим к широкоугольной камере. Теперь широкоугольная камера перед вами в Full HD 30 кадров. Опять-таки, максимально, что доступно. Да, конечно, хреново, что здесь благодаря этому процессору нет видеозаписи даже 30 кадров в 4К. Ну, как и есть. Хотя, для многих в Full HD 60 кадров более чем достаточно, тем более не жрет столько памяти, сколько 4К запись. так что, может быть, даже и плюс. Хотя памяти здесь много, можно было побаловаться. Все равно это не плюс, конечно же. Ну, если вас устраивает качество видеозаписи, то почему бы и нет? Может быть, для вас камера не самая главная. Так, у меня начинает рука отмерзать. Ну, вот так вот ширик записывает. блин, рука конкретно начинает замерзать. Я не думаю, что так холодно. Тут уже поболее 3 градусов. Напоминаю, ширик 30 кадров в HD. всего лишь 30 кадров. Как-то хлама много, машины какие-то разбитые. Не пойму, нахрена это берут под восстановление? Я буду подводить итоги по этому смартфону, но перед этим, смотрите-ка, еще один недостаток, который здесь был обнаружен. Я не просто так тянул до последнего, а бы дотянуть, потому что мне придется это продемонстрировать на всякий случай. Вот Poco F5. Здесь установлен физический датчик приближения. Ну, вот смотрите. Разблокируем Poco. F5 мой основной смартфон. Кстати, вот рамочки здесь достойные и там, и там. Берем два смартфона, кладем вот так вот. Запускаем специальную приложуху. Тестер. 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 Давай, переворачивайся. Смотрите, что сейчас будет. Я запускаю и будем проверять датчик приближения. Запускаем здесь, с правой стороны, 12 Pro 4G приставка и Poco. Вот смотрите. На Poco я вот палец буду вот так вот раз. Смотрите на цветочек. Видите? он соображает, то здесь физически датчик приближения срабатывает. А теперь смотрите, что будет здесь. Ноль. И здесь ноль. И так ноль. И так ноль. И так ноль. А вот здесь вот, пожалуйста, вам. О чем это говорит? Ну, я думаю, вы догадываетесь, что будут возможно у вас нажатия щекой при разговоре. Это будет происходить не часто. Я его тестировал. И знаете, специально даже иной раз сделать-то и не получается. У меня даже не получилось специально это сделать. Но поверьте, это будет. И я вам так скажу, что это хоть происходит и не часто, но когда это происходит, это очень неприятно. Ну и продолжая по недостаткам, я, наверное, отмечу то, что здесь неполноценный стереозвук, что здесь нет записи видео в 4К. Ну и, наверное, пожалуй, то, что вот еще придирую все-таки к этому. То, что он заляпывается. Но придется покупать новый чехол. В остальном же, ну это такая себе придирка, согласитесь, не очень. В остальном же, что здесь интересного, чтобы вот рассмотреть его к покупке? Ну, безусловно, отличная автономность, великолепная комплектация, быстрая зарядка, NFC на борту. Прекрасный, шикарный дисплей, очень сочный, блин, офигительный дисплей. Меня он прям порадовал. Глубокий черный цвет, сумасшедший, просто тонкие рамки, 120 Гц, просто красота. Может быть, вам нравится сканвичный пальц, он здесь неплохо работает, за эту цену неплохо, я не буду придираться, это однозначно плюс. Очень неплохо справляется, 200 мегапикселей, пойдет за эту цену. Есть стереозвук, можно даже поиграть в игры, даже на средних настройках, и при этом неплохо. Но если он еще и упадет по цене, тогда я уже 100%, даже буду рекомендовать его к покупке. Да, и, кстати, здесь есть режим, тот самый, который я люблю, можно YouTube смотреть в фоновом режиме, то есть через настройки. И да, еще, я же не рассказал, вот изначально, когда я его распаковал, я подумал, что здесь почему-то отключен датчик вибрации. Вот, смотрите, в чем дело. Он был не отключен, оказывается. Вот сейчас он стоит на всю, он здесь линейный, довольно-таки приятный, неплохой. Правда, экстазовый особо не испытывайте от него, но он вот так вот стоял, вот настолько, даже не так, а вот так вот. Где-то примерно на 70%, и он практически неощутим. Вы представляете, это 70% неощутим. То есть, чтобы его ощущать, вот так вот надо ставить. И тогда он более-менее заметен. Он такой себе, ничем не выдающийся, обычный, непротивный виброотклик. Ну и круто то, что здесь можно еще и карту памяти запихнуть. По видеозаписи смотрите сами. Не всем нужны 4К, живет много памяти. Для многих Full HD 60 кадров за глаза. Сейчас как раз распродажа. Обязательно проверьте купоны и наличие промокода. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok